здравствуйте меня зовут илона вы находитесь на моем канале и мы сейчас с вами в латвии готовимся к приходу большого национального латвийского праздника лигу про этот праздник я расскажу немного позже наверно в следующий раз когда уже этот праздник как таковой придет а он будет 23 на 24 июня и посвящен он богу плодородия я несу очень широко его празднуют он абсолютно сопоставим по широте празднования с новым годом но опять же все интересные вещи про вообще про этот праздник я расскажу следующий раз а сейчас нам надо подготовить угощение к этому празднику традиционно он проводится на природе сейчас это конечно какой-то барбекю шашлыки но изначально обязательно должны были присутствовать два продукта это домашняя ячменное пиво и янов сыр ну пиво я варить не буду я во первых не умею во вторых у нас и пить его особо некому а вот сыр я сварю янов сыр делается только из натуральных продуктов и он должен быть круглый и желтый потому что символизирует собой солнце которое в это время светит особенно ярко дни длинные ночи короткие вот эти продукты которые для этого нужны нам нужно два с половиной литра молока полкило творога 2 яйца сметана грамм 100 масла и щепоточка тмина но также еще соль желательно чтобы все продукты были домашние особенно яйца потому что именно яйца придают этому сыру такой желтый цвет но у меня молоко и творог домашние все остальное к сожалению нет яйца куплены на нашей алексинской птицефабрике надеюсь что недостаточно желтый но там посмотрим все остальное но магазинная но в принципе у нас все равно молочка хорошая и так начнем во первых молоко мы заливаем в кастрюлю и доводим до кипения и пока она там себе кипит не кипит только закипает у нас есть время чтобы взбить яйца вот этим я сейчас и займусь а потом буду рассказывать дальше вот яйца готовы ждут своего часа заодно я уже подготовила вот дуршлаг с марлечкой через него нам надо будет процеживать наше варево молоко вот-вот поднимается вот оно наше молоко которое вот-вот начнет подниматься обязательно надо его помешивать чтобы она не подгорела хозяйки знают как легко она может подгореть и вот когда молоко начинает уже подниматься такой шапкой пеной мы постепенно туда выкладываем творог опять же непременно непрерывно помешивая если вдруг так получается что ну вот-вот перекипит кастрюльку можно просто оставить сторонку и уже тогда спокойно выложить туда творог и опять поставить на огонь вот сейчас она уже вот-вот будет подниматься я положу туда и так творог уже там их ничего не видно из-за пара но творог там вот и варить надо до тех пор пока не начнет образовываться такая сыворотка то есть все это дело будет створаживаться образуется сыворотка прозрачно зеленоватая и как только она образуется все это надо процедить через дуршлаг вот такая пока не пока не запотела можно видеть отдельно творог отдельно сыворотка и сейчас ее надо процедить так ну вот у нас получилось вот такая вот творожная масса теперь мы берем другую кастрюльку добавляем туда масло сметану хватит может быть еще и ставим на огонь непрерывно помешивая дождавшись дождавшись пока у нас там все за скворчит и зашипит мы кладем туда творожную массу нашу у нас поджидает туда же наши уже взбитые яйца и щепоточку тмина тмин по вкусу да и не забываем все это еще посолить и варим помешивая вот получается такая масса и конечно долго невозможно показывать поскольку паром она вся залипает это уже сырная масса и варить ее до тех пор пока она не станет такой тягучий будет отлипать от дна и после этого ее надо выложить опять дуршлаг который уже мы предварительно покрыли чистенькой марлей ну вот наша сырная масса готова мы выложили в дуршлаг теперь я ее заверну в марлечку со всех сторон мне одну руку неудобно это делать я вначале для вас сниму и сформирую ее в виде круга чтобы она все-таки символизировала у нас солнце и положу под пресс чтобы ушла лишняя влага и эта масса затвердела ну вот сыр готов и мы полностью готовы встречи праздника лига сыр получился довольно таки вкусно я уже попробовала довольно-таки желтый так что солнце вполне даже себе символизирует а я на этом прощаюсь с вами желаю вам хороших праздников всего вам самого доброго и до свидания не могла удержаться и снимаю счет цвет на следующий день постоял ночь в холодильнике вот сейчас его порезала вот он такой он плотненький такой стал очень вкусный